В выходные и будние дни химчане спешат в парк имени Льва Толстого. Все дело в том, что с недавних пор это не просто место, где можно отлично провести время всей семьей. Здесь расположилось одно из самых высоких колес обозрения в Подмосковье. Вот оно. 50 метров в высоту с него открывается обзор не только на Химке, но и на соседней Лобню и Долгопрудной. Захватывающее зрелище. Прямо все видно и всякие дома. Очень классно, мне очень понравилось. Колесо обозрения в Химках это 24 кабинки, рассчитанные на 6 пассажиров. Каждая оснащена системой кондиционирования. Это особенно актуально сейчас, в жару. Зимой вместо охлаждения будет подогрев. Наблюдать за городом с высоты птичьего полета одновременно могут 144 посетителя. Решили в такой прекрасный день с хорошей погодой прокатиться на этом прекрасном колесе обозрения. В общем-то всем понравилось, ощущения отличные. Куча фотографий, очень прекрасный вид. Колесо возвели за счет инвестиционных средств, привлеченных в городской бюджет. Открытие с нетерпением ждали тысячи жителей. В День защиты детей глава округа Дмитрий Волошин дал старт движению главного аттракциона Химок. Я живу здесь уже 5 лет. Когда здесь было старое колесо обозрения, не удалось прокатиться. И когда поставили новое, это просто яркое событие. Для того, чтобы покататься на колесе обозрения, теперь не обязательно выезжать за пределы Химок. За полтора месяца работы на колесе обозрения уже прокатились более 20 тысяч человек. К слову, это не только жители нашего города. Полюбоваться видами, открывающимися из кабины, в Химки едут жители всего Подмосковья. Нина Липанова, Алексей Юртаев. Новости Химки ТВ.